Привет! Сегодня мы будем делать обзор на еще одно простое радио, доступное по цене и со всем нужным функционалом от бренда Retekis. Это у нас модель TR106. В комплекте мы получаем радио, инструкцию и ремешок для удержания. В инструкции указана детальная характеристика. И что стоит отметить, что данный приемник обладает встроенным динамиком. Есть выход под наушники, а также дисплей. Работает он от двух пальчиковых батареек. С обратной стороны есть отсек, куда устанавливаются эти две пальчиковые, мини пальчиковые батарейки. И можно установить аккумулятор. Ну а если вы вообще умелые ручки, то можно приделать аккумулятор 18650. Вот он у нас готов к эксплуатации. Есть антенка, она извлекается, не вращается. Небольшая, состоит из четырех секций. На торце у нас находится переключение по каналам, так как чаще всего именно эту функцию здесь мы делаем, меняя радиостанцию. Немного ниже располагается управление громкостью, управление памятью и настройки в ручном режиме. Это у нас автосканирование, здесь переключение с AM на FM, это включение, ну а это дисплей. Есть также несколько значков, которые помогают понять, что если удержать, мы имеем эти функции. Например, функция блокировки и функция отложенного выключения, то есть режим сна. Как только я установил батарейки, у нас отображается время, что здорово. Чтобы настроить время, необходимо в выключенном состоянии нажать на кнопку MEM и держать. После того, как вы удержали, начинает мигать, но менять можно по этим двум кнопкам. Добавляем, убавляем. Имеется также будильник. Нажимаем один раз на кнопку MEM, идет переключение на будильник. Точно так же можно его настроить. Вот он. Еще раз нажмем. Больше никаких данных в режиме времени нет. Теперь производим первое включение. Для этого нужно нажать и несколько секунд удержать. Вот так. На дисплее имеется информация. И я уже просканировал все радиоволны. Убавим громкость. Максимально это 40. Ну, достаточно, чтобы слушать какие-то новости. Это у нас ручные настройки. А это по памяти. Чтобы просканировать весь эфир с самого начала, вам необходимо нажать и удерживать кнопку MEM. Нажимаем. Начинается сканирование. Когда вы производите сканирование, то нужно стоять в хорошем приеме месте. И чтобы у вас была высунута антенна. И да, дорогой зритель, не забудь подписаться на телеграм-канал. Публикую, какие гаджеты получаю. А также не вошедший материал, который не выходит на этом канале. Но зато публикую его в телеграм-канале «Зыгратчики обзоры». Ссылка есть в описании под видео. Все радиостанции просканированы. Найдено их прилично. Сейчас я на минус нажму 12. Теперь-то можно и переключаться между ними. Если вдруг частота здесь не подходит вам, плохо прием, подстраиваем вручную. Звук выхода здесь, конечно же, можно. Сейчас проверим в наушниках. Наушников в комплекте нет. Сейчас проверим. Но прежде давайте еще покажу переключение на режим АМ. Нажимаем. Точно так же включаем сканирование. И идет запоминание по радиостанциям. Подключаю наушники. Когда подключаешь на дисплей, нет никакой информации. Кстати, заметьте, что дисплей не имеет подсветки. Поэтому нужно будет присматриваться в темное время суток. Звук однозначно стерео. Очень хорошее качество. Проверяю максимальную громкость. Достаточно. Очень много высоких. Хотя наушники у меня хорошего качества. Вот качество звука с наушниками. Как будто MP3 плеер слушаю, но с высокими частотами. И теперь послушаю минимальную громкость. Если нажать и удерживать, громкость тоже опускается. Так, поставил минималочку. 0.1. Имеется легкий шум. И музыка слышна. Еле-еле. Ну, комфортно будет слушать. Примерно вот на 14-15. Компактный и удобный мини-радиоприемник. Еще стоит обратить внимание, что у него ремешок идет сразу с завода. Изнутри. То есть, он как-то там зацепили его и собрали корпус. Поэтому, если вдруг он уже оторвется, то нужно будет разобрать, чтобы заменить его внутри. Когда я начинал обзор, я упомянул, что это бюджетное доступное радио. Ранее мы делали на чуть подороже модель. В два раза дороже. PR12. Этот радиоприемник, во-первых, меньше. Во-вторых, громче, качественнее по приему. Гораздо больше принимает по сигналу. Вот такой вот он малыш. Если сравнить с этим, то действительно большая разница. Увесистый. Есть встроенный аккумулятор. Очень долго играет. Есть зарядка. И у него вход под флешку. Давайте запущу его, чтобы вы почувствовали разницу. Вот радиостанция 99.3. И делаю максимальную громкость. Теперь включаю приемник рядом. И добавляю громкости. 16. Выключаю. Этот гораздо громче и качественнее. Обзор на него можно посмотреть вот здесь в уголку, куда указывает антенка. Чтобы включить таймер отключения, необходимо, когда приемник отключен, нажать кнопку включения и удерживать. Даже если он включается, не реагируйте. Он включился, но появилось на дисплее 90. Это значит, что 90 это замигало, через полтора часа он отключится. Если же вам нужно поменьше, то тогда вы должны после появления 90 нажимать на кнопку питания. По каждому щелчку идет уменьшение в 10 минут. Показываю. Нажимаю. Включился 90. Вот. Теперь нажимаю уменьшить, уменьшить, уменьшить. Ну, к примеру, через 20 минут, чтобы он отключился. Я бросаю. Он отключается. Кнопка блокировки по переключению AMFM. Нажимаем и удерживаем. И мы заблокировали. Как я это вижу, сейчас включу подсветку. И вы увидите, что на дисплее отображается вот такая информация. Кровать, ключик и 103FM. Если мне надо посмотреть время, то его здесь никак нельзя посмотреть. Нажимаем и удерживаем. Снимается блокировка. И больше, в принципе, я ничего здесь не могу увидеть. Плохо, что на дисплее не отображается заряд аккумулятора. Устанавливаю будильник. И сейчас посмотрим, что именно происходит после включения. Будильник установили. Ждем. Думаю, что будет просто пикать. Не включит радиостанцию. Но все возможно. На дисплее отображается, что включен будильник. Постоянно показывает время. Представьте, включил радиоприемник. Великолепно. Будильник не пикает. А включает радиостанцию. Последнюю, которую вы слушали на той громкости, которая была установлена. Поэтому, прежде чем включить будильник, настройте правильно радиостанцию. И потом запускайте. Как всегда, для меня приятно было рассказать вам о еще об одной новинке. Об одном гаджете. Конечно же, все новинки не смогу вам показать. Но, все равно, думаю, вы цените те труды, которые я прилагаю. Ставьте лайк за труды. Ссылка есть в описании на этот радиоприемник. Как, собственно, и на этот. И до встречи в новых видеопроектах. Всем спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»